Белгородская полиция подвела итоги работы в минувшем году. Руководители подразделений ведомства в ходе пресс-конференции озвучили основные результаты деятельности и ответили на вопросы журналистов. В чем правоохранители достигли успехов и какие направления остаются актуальными, расскажет Людмила Столярова. Подводя итоги минувшего года, заместитель начальника областного УМВД Владимир Яценко сразу обозначил, Белгородская область – один из наиболее стабильных и безопасных регионов России. Уровень преступности у нас в полтора раза ниже, чем в среднем по стране. Все тяжкие составы преступлений в области сократились. У нас меньше значительное число совершено убийств. В два раза сократилось количество разбойных нападений. Цифра с 45 до 21. Это показатели, одни из лучших, наверное, снижение по России, одно из самых больших. Меньше совершено, на четверть совершено квартирных краж. На треть количество краж транспорта, то есть те преступления, которые реально приносят ущерб людям. Правоохранители подчеркивают, в регионе соблюдается принцип ответственности за правонарушения. Об этом говорит высокий уровень раскрываемости – 90 случаев убийств и 81% краж. Во-первых, наиболее такие, скажем так, резонансные преступления, которые сейчас и в суде рассматриваются, это заказное преступление, когда по территории Белгородского, я думаю, уже заказал свою бывшую жену. В настоящее время суд присяжных рассматривает это дело в суде за 40 тысяч рублей. Также у нас была серия квартирных краж. Жители сопредельных государств на территории области и областного центра совершали преступления, квартирные кражи, общий ущерб на 3 миллиона рублей. Данная преступная группа также уже делала в суде, часть уже осуждена. Работа в целом на территориальности по декримализации ряда сфер экономической и экономических направлений, в том числе общий уголовник, ведется. Результатами работы поделились и сотрудники управления наркоконтроля региона. Так, в прошлом году они изъяли из оборота почти 90 килограммов наркотических средств, пресекли деятельность 16 наркопритонов. Дает свои плоды и профилактическая работа с несовершеннолетними. У нас на территории области ни один несовершеннолетний не состоит с диагнозом наркомании. Ни один. И в настоящее время на всю территорию области состоит 51 человек с диагнозом павловное потребление. Буквально вот за три года мы снизили это в два раза. То есть в основном несовершеннолетние сейчас можно заявить категорически мало, кто употребляет наркотики. При этом есть несовершеннолетние, которые втянуты незаконно бюджет на путь. Действительно, и есть. Эти были причины в планах местности, осуждены. В основном они назначают лишение свободы условно. Но это не означает, что суд может изменить реальное лишение свободы. Есть положительная динамика и сферия безопасности дорожного движения. Число ДТП сократилось почти на 9%, равно как и количество пострадавших в них. Главный госавтоинспектор регион рассказал, какими еще мерами будут снижать аварийность на дорогах. Там необходимо опоро освещения, там перенести пешеходный переход, там, к примеру, заменить знаки, либо изменить разметку. То есть какие локальные факты рассмотрим. По аварийности у нас больше всего по 18-му году беспокоила федеральная автодорога Крым, потому что там у нас произошел рост и ДТП, и погибших, и раненых. Поэтому в СССР у нас принят ряд оптимальных решений. Мы, во-первых, передали обслуживание этой автодороге к другому специальному подразделению ДПС, ГИБДД. Вместе с тем, блюстители порядка отметили рост количества зарегистрированных преступлений. Больше выявлено преступлений в сфере экономики, которые традиционно относятся к наиболее латентным. И если их не выявить, то фактически о них неизвестно. То есть пресечено, обеспечена безопасность области. Проблемным направлением работы остаются мошенничества с использованием различных технических средств. Раскрывать такие преступления сложно. Правонарушители, как правило, используют мобильные телефоны, зеркальные сайты, бесконтактные системы оплаты. Самыми распространенными являются преступления, связанные с предлогами разблокировать банковскую карту, покупка по заниженной цене имущества на сайтах и различного рода электронных площадках. Сами пострадавшие зачастую добровольно перечисляют денежные средства или сообщают преступникам конфиденциальную информацию. Поэтому самым действенным способом обезопасить свои сбережения остается бдительность. В целом, хотелось бы еще раз пожелать гражданам бдительность. И если какие-то моменты, лучше позвоните 0-2, обратитесь в полицию, если что-то непонятно. Мы можем, можно сказать, с учетом своего опыта вам предоставить соответствующую информацию, является ли это оригинальным сайтом или является этот человек действительно настоящим продавцом или покупателем, или та или иная тема. Важной оценкой своей деятельности правоохранители считают уровень доверия населения. Более 60% Белгородской области считают себя защищенными. Это один из самых высоких показателей в стране. Людмила Столярова, Александр Поддубный. К этому часу Белгород.